В сегодняшнем уроке говорим о живописи пятном. И сегодня я не буду вас учить рисовать или работать в фоторедакторе, но цель сегодняшнего урока это поменять свое отношение к живописи пятном. Что значит поменять отношение? Когда вы начинаете работать над картиной, вы действуете заранее определенным алгоритмом. И часто этот алгоритм выбран неосознанно, а как-то так сложился в процессе вашего рисования, жизнедеятельности. И может быть неосознанно вы делаете те действия, которые не приводят к нужному результату. Что мы считаем нужным результатом? Я пытаюсь научить вас рисовать пятном. Это значит видеть четко в картине, во-первых, основные группы пятен. Их обычно бывает три. Ну вот посмотрите на эту картину, на фотографию. Здесь есть освещенные дома, есть теневая группа, в которую попадают дерево и часть улицы. И есть небо, которое где-то находится в промежутке между светом и тенью. Ну может быть еще передняя часть дороги. Но все равно у нас примерно по светлоте и темноте есть три пятна. И когда художник хорошо видит их в картине, во-первых, он очень четко строит композицию. Он, например, ну в отличие от фотографии, может нужный ему объект по своей массе, по своему светотеневому пятну разместить в какой-то части картины, которая будет уравновешивать его композицию. Или делать визуально эту часть самой главной, центральной частью композиции. То есть у него появляется некий инструмент. И еще рисовать картины пятном гораздо проще. Когда вы понимаете светлое, темное и то, что находится в промежутке, в диапазоне между светлым и темным, вам легче орудовать с художественными материалами. И даже не нужно обладать неким великим цветопередачей. И вот сейчас я вам это покажу. Посмотрите на эту фотографию. Я создаю слой, дублирую его. Я не учу вас работать в фоторедакторе. Я просто озвучиваю свои действия для того, чтобы мы с вами понимали ход мыслей, а соответственно учились новому восприятию цветового пятна. Как бы меняли свой алгоритм действий в будущем при написании картины. И я беру специальный инструмент, который позволяет мне превратить эту картинку вообще в темное и светлое. Вот такая степень черного осталась у меня в картине. Можно вот эти края убрать, конечно, но пока не будем этим заниматься. Продолжим. Уберем из этой картины все белое. Убрали. И получилось так, что вот эта теневая группа сейчас накладывается на фотографию. Отключим ее. Создадим новый слой у нашего оригинала. Создал. И теперь применю к нему эффект размытия. Вот так, чтобы практически цветовые пятна все расплылись нашей картиной. Посмотрите, сейчас объекты узнаются, но очень плохо. Но если мы включаем теневую часть картины, то более четко можем видеть изображение. Что это обозначает? Это обозначает то, что тень всегда держит свет. И если вы хорошо понимаете светлое и темное в картине, вы хорошо прорисовываете изображение. Иначе она выглядит вот так. Но, включив в своей картине тень, а включиться она может только понимая светлое и темное в картине, вы как бы делаете картину более четко прорисованной. Смотрите, сейчас я применю еще один интересный эффект. По запросу в Яндексе пятна краски я выбрал вот такую картинку. И сейчас добавляю ее в нашу экспериментальную лабораторию. У меня есть вот такая картина. А что если я включу? Оп! И мы узнаем этот объект. Да, он превратился в насыщенную акварельными пятнами экспериментальную картину. Но при этом теневая часть этой работы помогает нам прочесть это изображение. А давайте усовершенствуем теневую часть. Сделаем ее более живописной и художественной. Я возьму эту же картинку, но превращу ее в оттенок холодного и сделаю слегка темнее, чтобы тень у нас была слегка потемнее. И как вы понимаете, сейчас я вновь буду накладывать этот холодный оттенок на нашу картину. Но сделаю это только с теневой частью. Итак, вот такое наложение у меня получилось. Мы за счет тени продолжаем угадывать сюжет этой иллюстрации. Но при этом небо сливается с объектами. И сейчас я хочу за кадром вырезать объект неба так, чтобы заполнить его другим цветом. И, мне кажется, в этом случае мы получим еще более читаемое изображение. В этой картине не достает мелких деталей. Мы не видим достаточное количество каких-то фонарей здесь не прорисованы. Не хватает деталей, действительно. Но в этой картине есть живописная среда, которую дальше художник может разрабатывать. Представьте, что вы сделали эти цветовые пятна красками на холсте. У вас есть освещенная часть домов и теневая группа. Все. Теперь это можно насыщать деталями. Но у вас есть основа. И очень интересное наблюдение. Обратите внимание, что сейчас мы можем вместо тени и вместо освещенной части подставить совсем другие живописные художественные пятна. И при этом картина зазвучит по-другому. Например, поменяем местами тепло-холодное, сдвинем какие-то, может быть, цветовое решение поменяем. Интересно, меняется полностью среда картины. Это значит, что какую бы живописную составляющую вы не вносили к картину, главное в ней остается свет и тень, цветовые пятна. Конечно, желательно понимать и диапазон, который лежит между цветом и тенью. Но это зависит уже от способности художника видеть цвет, видеть его на натуре, переносить, размешав на палитре, переносить его на хвост. Но алгоритм, подход, изначальная стадия действий примерно должна быть такой. Не знаю, насколько убедительно и показательно я смог разобрать эту тему. Напишите в комментариях даже те, кому вообще ничего не понятно. Но для тех, кто находится на грани, понятно-непонятно, давайте сделаю вывод еще раз. Если вы начинаете писать картину, вам важно увидеть в ней основные цветовые пятна. И лучше, если в картине есть свет и тень. Так легче, во-первых, разобрать изображение на светлое и темное, и увидеть все промежуточные оттенки, которые лежат между светом и тенью. Если в картине отсутствует явная свет и тень, она есть все равно. Даже солнце в дымке все равно является источником освещения. В этом случае источником освещения является небо. И стоит ориентироваться на этот момент. Но, когда в картине есть явная свет и тень, мы за счет того, что отчетливо их видим, можем, в принципе, наполнять картину разной живописной составляющей. Та среда, в которой вам удобно работать, акварель, акрил, масло, всегда даст вам возможность любые цветовые пятна написать в цвету и в тени. И это уже будет основой для дальнейшей детальной разработки картины. Это самый простой подход к написанию картины. Профессиональные художники, зная этот подход, уже работают более глубоко над тоновыми раскладками, над желанием и умением правильно увидеть цвет и перенести его в картину. Но это является возможностью оттолкнуться и следовать дальше в своем развитии в живописи. Увидьте, пожалуйста, светотеневые пятна в картине. Прямо сейчас посмотрите в окно, если там светит солнце. И не разделяйте пейзаж, который вы видите, на машины, на деревья, на дома. А попробуйте увидеть комплекс светлых и темных составляющих. Для чего я записал этот урок? Сейчас многие ученики на сайте Бусти проходят курс «Городская черта». В основе этого курса лежит то понимание, о котором я сейчас рассказал. И, как мне пишет частность Ситамила, она начинает работать по уроку, но скатывается к своему привычному решению. И понимание световых пятен отходит как бы опять на задний план. И этот инструмент остается не востребован. Этот дополнительный урок пытается вернуть всех в нужное русло. Это раз. И тех, кто еще не подписался на курс, пожалуйста, проходите по ссылке в описании. Подписывайтесь и проходите уроки курса «Городская черта». Два урока доступны на уровне практик. Остальные уроки, которые уже записаны, будут доступны в Лиге мастеров. Всего вам доброго. До свидания.